Написал плакат «Восточный фронт» и стал на площади Ленина, агитируя наших соотечественников записываться в ряды Восточного фронта, для того, чтобы в наши тяжелые времена сплотиться и стать плечом к плечу. Только став плечом к плечу, мы отстоим наш родной Донбасс. Это мои слова. Меня люди видели на площади Ленина. Я ни с какой партии. Я просто инициативный гражданин, такие же, как и вы, здесь. Правильно, да. Лидер Восточного фронта. Это я. Ребят, пожалуйста, нас снимают камеру. Давайте разговаривать. Вначале было слово. И слово было любовь. Давайте уважать друг друга. Пожалуйста. Спасибо. Давайте, пусть выскажут, потом вы нормально выскажите. Я повторю свои слова, которые я говорил на площади Ленина. Вы их слышали, все прекрасно. Сегодня в своем цвете эта бандеровская гадина показала свой звериный оскал там, в Киеве. Это они жгли коктейлями молотого наших ребят. Это они называли нас тетушками. Я лично ехал в составе 80 человек на подмогу нашему Беркуту. Но наши три автобуса были заблокированы в Полтаве за 200 километров до Киева. Нас там чуть не разорвали. Если вы мне не верите, можете посмотреть эти фотографии в интернете. Они есть. Там стоит автобус и на земле валяются дубинки, с которыми мы ехали. Это черенки от лопат и каски желтого цвета. Ребята, украинская грузная вилла! Украинская! У нас есть оружие! У нас есть оружие! Восточный фронт! Пожалуйста, покажите девчонок в зале, которые сидят. Спасибо! Только кто в Восточный фронт перешел на нашу сторону, ребята! У меня еще... Ребята, ребята, сестры, граждане мои, донбассовцы. Вот этот парень стоит сейчас перед вами, говорит вам за Восточный фронт. Лапшу вешает на очи. Он в своей заслуги, там где-то от Полтавы, где каски кинул и лесами уходил, от Майдановки. Рассказывай, я не договорил. У него сегодня роль какая была? Со стороны его было из полкома, со стороны университетской. Они стояли цепочкой. И ребята, которые поддерживали нашего Пашу, вышибали их оттуда с кольца. Кло. Было. А, нет, вообще правильно. Это происходило на моих глазах. И ты не в море, и тут людям не пудрые мозги. Люди у нас пудрые, понимают, где правда одет ложь. Дайте мне договорить. Секундочку. Товарищи. Пошел вон. Товарищи. Я с 19 числа с тобой ношу документ. Самый родной документ в моей жизни. Это военный педагог. Бойцы, подождите, в Министерстве обороны, послушайте. Бойцы Украинского фронта били меня на сцене 28 февраля. Они меня били в том числе и не давали мне слова. Поэтому вы обожаете слушать нас сейчас, а может быть и не слушать дальше. Бойцы, подождите, в Министерстве обороны, послушайте, в Министерстве обороны.